Поднять арендную плату за лесопользование в тысячи раз. Такой законопроект предложило Министерство природных ресурсов России. Инициатива коснется охотничьих хозяйств. Если на сегодняшний день аренда леса обходится им в 4 копейки за гектар, то в соответствии с новым законом плата должна будет возрасти до 2,5 тысяч рублей. Сумма неподъемная даже для самых зажиточных хозяйств. Значительное увеличение аренды приведет к неминуемому повышению расценок на добычу дичи для рядового охотника. На региональном уровне идею законопроекта обсудили представители власти и охотхозяйств и внесли свои предложения. Облегчить ношу можно следующим путем. Арендную плату взимать только с территории, где есть инфраструктурные объекты. Охотничьих годий сейчас в Ивановской области очень много. По разным данным оформлено около 900 тысяч гектар. Это очень большая цифра. Платежи за нее мизерные поступают. И вот что мы в итоге получаем вместо, например, 900 тысяч у нас останется, например, 5 тысяч всего лишь гектар. Но это как раз непосредственно временное сужение, вольеры, которые будут. Но они будут приносить намного больше доходов в бюджет, чем эти 900 тысяч. А вот эти 900 тысяч не надо будет оформлять в аренду. К объектам инфраструктуры относятся охотничьи вышки для выслеживания зверя, солонцы для приманки лосей или вольеры для диких животных. Одно из хозяйств находится в Палехском районе. У них долгосрочный контракт на аренду на 49 лет. Сюда приезжают любители активного отдыха из Иваново и соседних регионов. На территории почти в 10 тысяч гектар можно поохотиться на лося, кабана, зайца, лисицу или птицу. Сейчас за использование угодий они платят чуть более 230 рублей в год. Сумма, конечно, небольшая. Львиная доля расходов приходится на зарплату егерей, аренду сельхозтехники и корма для зверей. Охотничьи сообщества к инициативе относятся прохладно. Таким вот охотпользователям, которые вкладывают деньги в развитие охоты, в дичеразведение, им наоборот нужно выдавать какие-то гранты, поощрять данную деятельность и никоим образом не обкладывать каким-то оброком. Мы сейчас задумываемся о создании вольера. Недешевое удовольствие, далеко не дешевое удовольствие. Много миллионов рублей нужно будет выложить. И плюс, нас законодатель сейчас обкладывает дополнительной аренной платой, которая очень тяжелоподъемна будет. Только на закупку материалов для ограждения вольера здесь может уйти порядка 20 миллионов рублей. В стремлении пополнить бюджет, по мнению охотников, государство забывает о такой важной проблеме, как браконьерство. Владельцы хозяйств вынуждены регулярно совершать объезд территории, устанавливать фотоловушки для обнаружения нелегальных охотников. Проведение этих мероприятий влетает в копеечку. Регулярный осмотр владений требует значительных материальных и человеческих ресурсов. Так, с появлением еще одной статьи расходов на аренду, дорогое удовольствие для настоящих мужчин станет еще дороже. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.